По версии следствия, летом 2020 года торговец с контрафактом Белеменко обратился к полицейскому Митину, чтобы выйти непосредственно на Романа Лазарева, чтобы решить вопрос о возврате контрафактного алкоголя и сигарет, которые ранее изъяли. Следствие настаивает на том, что Лазарев согласился помочь Белеменко за четверть миллиона рублей. Борца с коррупцией задержали сразу после передачи ему денежных средств Митиным. Лазарев говорит, что принял черный пакет, так как был уверен, что в нем лежит смесь для кальяна, а не деньги. Более того, сторона защиты указывает и на ряд претензий к доказательной базе. Было оглашено по такой очной ставке, и в материалах дела находятся местоположения абонентов в тот же период времени, где проходила очная ставка. То есть оба лица, которые допрашивались, фактически находились в других концах города. По пояснениям данных лиц, находились в других концах города только телефоны, и сами лица находились непосредственно в месте проведения очной ставки. Вместе с тем, по одному из телефонов речь велась с женой, с друзьями, с сыном. Соответственно, говорить о том, что третьи лица проникли в запираемое помещение и вели речь с родственниками одного из свидетелей по делу, ну, наверное, мы к этому относимся критически. Адвокат Лазарева просил суд выяснить, где именно находилась следователь, который проводил очную ставку. Суд ходатайства защиты не удовлетворил. На днях прошло очередное слушание, на котором тоже было заявлено важное ходатайство. К нами было заявлено ходатайство о том, что видеозапись и стенограмма данного протокола, они не соответствуют друг другу. То есть на видеозаписи мы не можем услышать того, что непосредственно отражено в протоколе следователем. Поэтому в данной связи мы заявили недопустимости данного доказательства, суд отложил рассмотрение ходатайства до следующего заседания. Мало того, что видеозаписи стенограммы не соответствуют друг другу по мнению стороны защиты, так еще и сам свидетель Митин неуверенно отвечал на вопрос и путался в показаниях. На заседании было слышно, что показания Митина не совпадают с фактической расшифровкой стенограммы. А между тем, именно Митин по версии следствия ключевой свидетель в этом деле. В то же время непонятно, давалась ли правоохранительными органами юридическая оценка действиям самого Митина, который непосредственно передавал взятку. Известно, что он добровольно ушел из органов внутренних дел и поступил на госслужбу в другую правоохранительную структуру. Как такое получилось? Возможно, влиятельные родственники или этому способствовали нужные связи? Очередное слушание по этому делу состоится 17 мая. Мы лишь добавим, что у торговца к контрафактам Сергея Белеменко три судимости за четыре года. Каждая из них по одной и той же статье. Однако Белеменко отделывается несущественными наказаниями. Трижды суд выписывал ему штраф, например, 52 тысячи рублей в 2018 году. Срок Белеменко получил лишь однажды. В сентябре прошлого года торговцы приговорили к двум годам лишения свободы, но лишь условно. Также правоохранители обращали внимание и на саму рюмочную. Понятые, каким способом сигарету у вас купили тогда? Подошли, попросили. То есть вы все-таки их продаете? То есть вы все-таки их продаете? Для себя обозначили. Попросили, думаю, помочь человеку, почему бы нет. У человека денег нет. Вы считаете, что эта продукция безопасная? Абсолютно. Скажите, а что вы ждете от текущего судебного процесса? Какого наказания? Ничего. Пускай у нас правосудие решает. Ну, как вы думаете, вам дадут реальный срок? Я верю в российское правосудие. Контрафактом продолжите торговать? Да, мы уже закончили. Думаю, нет. А после каждого предыдущего суда вы так же думали? Не знаю. Не помню. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.